Движение первых Ну что, движение первых в Алтайском крае, первый крупный праздник, год, и можно такие за год небольшие итоги подвести, что сделали, что достигнули, где были, что видели. Ну и действительно, календарный год и год юрлицу 26 января. Юстиция зарегистрировала на территории Алтайского края наше региональное отделение. Год был насыщенный по становлению движения, по формированию структуры. Если о конкретике, то удалось реализовать все, что задумали. Мы построили конкретную сеть движения первых. У нас свыше 700 первичных отделений. И сейчас эта система не останавливается. У нас практически полностью вошла система образования. Это школы, СПО и университеты в последующем. Доп-образование, молодежная политика, спорт. То есть первичные отделения открываются там, где есть инициатива самих ребят. Также мы выстроили кадровую политику практически в каждом муниципалитете. У нас есть специалист, представитель движения, к которому можно обратиться. И который вам более конкретно расскажет о повестке. Ну и весь перечень событий и мероприятий, которые мы формировали в том году с ребятишками, мы его выполнили. Из самых таких системных вещей и важных нам удалось в первый год не упустить, скажем, волну интереса и создать серию мероприятий, позволяющих вовлечь ребят с муниципалитета, с первичных отделений на региональный уровень. Это было сделано специально, потому что мы знакомились. Мы понимали и изучали, у кого какие интересы, кто в чем нуждается, у кого есть какие ресурсы. И вот из таких системных проектов я бы отметила лидера изменения Алтая. Он включал из себя серию, это был лидер изменения Алтая форум первый, который мы делали в мае. И там ребята взяли на себя функцию организаторов окружных форумов. И в течение года мы провели в каждом округе Алтайского края собственно молодежные форумы, связанные с движением первых. Ребята сами являлись организаторами этих площадок, выступали спикерами. И в принципе этим самым они и отрабатывают и компетенции именно как стать первым, как стать участником движения и брать на себя ответственность в организации этих процессов. Также в эту линейку входил непосредственно проект такой, как проектные сессии и стратегические сессии с первой с Алтая. У нас очень много делегаций выезжает за пределы от движения первых. И мы системно их готовим для того, чтобы поездка была с пользой. Также в конце данного проекта он закончился нашей премией первых. И она в принципе по России была такой уникальной практикой. Будущее за нами. Мы награждали, мы благодарили наших наставников, родителей, детей, местное отделение. Очень получилось эмоционально и так с душой. Приятная история, будем ее сохранять, так как она нашла отклик. Вот это позволило на региональном уровне понять, что, собственно, у нас есть ресурсного в крае, что нам стоит доработать и познакомиться с ребятами. Сейчас, благодаря тому, что мы все это сделали и есть колоссальный отклик от ребят, мы видим это по открытию первичек, мы переходим ко второму плану действий. Это как раз вот план этого года. Это работа на уровне первичного отделения. То есть наша задача как регионального отделения обеспечить содержательную деятельность внутри первичных отделений. То есть то самое дело первых или такой вопрос есть, да, что делают первые. Так вот первые по 12 направлениям мы сейчас прорабатываем и уже в принципе проработали, начинаем действовать с первичками в плане конкретных действий на уровне первичного отделения. Какие еще были значимые проекты, именно где участвовали дети, да, потому что к детям очень огромное внимание и это очень круто. Летняя здравительная кампания у нас также прошла совместно с Министерством образования и науки Алтайского края очень конструктивно. Мы отработали формат «Наше лето первых» — это дни единых действий в каждом лагере практически и сделали свою профильную смену «Сибирский Артек», которая просто поразила ребят. И на самом деле сейчас мы по статистике видим, что те ребята, которые вот побывали на этой смене, они 70% становятся лидерами первичных отделений, выбираются на должность председателя и становятся такой вот нашей опорной палочкой-выручачкой для организации всех процессов. Ну то есть летний отдых, добродвор, мы практически все лето осуществляли летнюю занятость детей и тем самым в сентябре у нас не было проблем с тем, что кто станет во главе первичного отделения. В Алтайском крае также уникальная практика, у нас все председатели первичных отделений — это дети. Сопредседателями являются взрослые наставники, советники по воспитанию, те, кто, собственно, помогают правильно организовать процесс на уровне первичного отделения. Ну и одно из главных событий — это на прошлой неделе, да, примерно в Москве был второй съезд движения первых. Что это было за мероприятие, насколько важно, и какие-то секретиками поделите, что там было. Это было очень грандиозное событие, 3000 делегатов со всей страны, со всех 89 субъектов Российской Федерации, где представлены региональные отделения, собрались делегаты для того, чтобы совместно решить, как дальше развивать деятельность движения. И, собственно, съезд и конференция съезда являются единственным легитимным органом, который принимает решения. Мы тем самым четко подтверждаем, что эта организация не единоличная, это организация детей, потому что 85% делегатов — это дети. У нас было голосование, у нас были протокольные части, и каждый пункт изначально был озвучен на сцене самими ребятами, и, собственно, остальные проголосовали, где-то поддержали, где-то нет. То есть сама статистика говорит о том, что это был осознанный выбор. Что касается принятых решений, они задают тон следующего года. Ключевым посылом и, наверное, такой самой обсуждаемой темой является то, что увеличили возраст участника движения — это до 25 лет. Следовательно, к школьникам, к студентам среднеспециальных и образовательных учреждений теперь полноценно вошли студенты вузов, плюс даже аспиранты. Это говорит о том, что сейчас движение первых выстраивает четкую линейку преемственности ребенка по всем этапам социализации. Это очень хорошо, поскольку у нас было много обратной связи от ребят, что «а все, 18, и куда я дальше?» Мы предлагали, конечно, формат наставника, но сейчас полноценно университеты вошли. Опять же, в Алтайском крае я хотела бы отметить, насколько у нас открытые вузы и до поставленной, сейчас уже это как задача, открыть первичное отделение на базе университетов, чтобы ребята себя полноценно чувствовали. Мы уже практически в каждом вузе у нас открыто первичное отделение, мы работаем, за ребятами закреплена профильная деятельность. Сейчас будем усиливать профориентацию, потому что для вузов это ключевое. Это вот такой момент. Далее, по уставу изменения, связанные с тем, что внесли, возможно, дистанционное голосование, были изменения кадровых моментов, но ключевое вот все-таки остается это возрастной. И относительно названия. У нас было раньше сокращение РДДН, сейчас четко закрепилось, что сокращенным названием Российско-Общественного государственного движения «Детей молодежи движения первых» является «Движение первых». То есть это и в публичном пространстве, и во всех документах мы сейчас вносим изменения. Ну а самым эмоциональным, конечно же, этапом съезда было это закрытие съезда, когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин пришел к детям и пришел вместе с ребятами, представителями первичных отделений с разных субъектов. Мы пели вместе гимн вживую, но эти эмоции, их очень сложно передать где-то словами, но ребят настолько это поразило, они настолько зарядились энергией президента, четкостью, уверенностью, мотивацией двигаться вперед. Я думаю, на всю жизнь они этот момент обязательно запомнят. Так что мы очень благодарны, что президент нашел время и был с ребятами в таком, ну как бы для нас каждый год съезд это историческое событие. И, собственно, на втором историческом событии президент был с нами, это очень-очень важно. Ну а относительно итогов Алтайского края тоже очень приятно, что на одной сцене с президентом наши ребята не сходили с этой сцены. У нас вот есть один из участников движения, Илья Сидоров, с которым, в принципе, если так вот, на примерах часто спрашивают, а как вот история ребенка проследить. Мы, в принципе, он пришел в движение с доп. образования, дворец творчества детей и молодежи. Пару раз побывал на мероприятиях, он в хоре поет, поприсутствовал и потом, в принципе, перешел в личные какие-то взаимодействия, то на одно, то на второе мероприятие. И далее перешел в медийный блок. И сейчас, собственно, этот вот Илья, он у нас за год и посетил различные всероссийские площадки и поучаствовал в Большой перемене, победил. И лагерные смены, да, там себя прокачал по медиа, и сейчас ведет новости первых на федеральном уровне. Мы очень гордимся его достижениями, потому что он настолько открытый, творческий, верит в деятельность движения, и я ему желаю больших-больших успехов. И он был одним из соведущих, собственно, на площадке Всероссийской съезда. Поэтому гордость разрывала. Частичка ЛТС Кутрая на всех фронтах. С нами, да, везде мы. Также очень важным, кстати, итогом съезда было то, что утвердили Детский федеральный совет. Это представители с каждого субъекта Российской Федерации от нас. Это Никита Хаустов. Никита у нас победитель нашей региональной премии. Он у нас возглавляет региональный детский совет. Живет в городе Бийске, является председателем первичного отделения школы номер один Бийска. И, собственно, тоже достойный кандидат. Он открывал парад флагов Российской Федерации с нашим флагом. То есть гордость практически каждый день всех участников движения с Алтайского края, она присутствовала. Также наше региональное отделение вошло в двадцатку лучших по России. И мы получили грамоту за качественную работу. Это наш совместный труд. И, пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить всех наших специалистов, муниципалитетов, глав муниципалитетов, директоров школ, советников по воспитанию, наших активных ребят. Потому что в первый год становления получить такую благодарность и отметку достаточно сложно. И мне очень приятно было за нашу совместную работу быть отмеченной на федеральном уровне. Насколько это вся вот эта движуха, давайте ее так назовем, по-хорошему, федеральный уровень, речь президента, большие съезды. Насколько вас лично это мотивирует продолжать дальше работать, творить и не останавливаться? Меня лично мотивируют сами ребята. Потому что это постоянные переписки, это постоянные звонки, встречи на мероприятиях. Им это важно. Они от этого растут. И почему я так досконально, допустим, Пути и Лира сказала? Потому что это не единожды, не единичный вариант. У каждого просто своя история. Кто-то вот так публично, кто-то развивается благодаря движению внутри и участвует в удаленных конкурсах, получает там свою историю успеха, находит своих экспертов. И вот мотивирует то, что ребята развиваются тем, что они заняты полезным делом, что они в большой, огромной семье. Вот они когда все 89 субъектов собрались, 3000 человек, и без разницы, откуда он приехал. Он первый, он из движения первых, а это огромная команда и сила развития. Я считаю, что за этим колоссальное будущее. И сейчас мы просто обязаны сделать все, чтобы деятельность движения, она развивалась. Ну и кратенько о планах, задачах на предстоящий год. Какие крупные мероприятия задуманы и что ждать от движения первых? Буквально сегодня считала по плану, сколько мы планируем мероприятий. Там только около 40 региональных, еще всероссийских. Изменился подход к планированию. У нас сейчас в план около 70% мероприятий входят всероссийские, федеральные мероприятия. То есть у нас здесь будет или удаленный региональный этап, или мы просто помогаем ребятам правильно оформить заявки, конкурсные испытания, чтобы они прошли на федеральный этап. 25% остается на региональные мероприятия, но тоже акцент сделан так, чтобы появилась жизнь в первичных отделениях. Потому что всех ребят на какие-то массовые мероприятия не вывезешь. И эффект — это не событийка, это включенность и осознание, собственно, миссии, ценностей движения, формирование команды на уровне школы, чтобы в школе, внутри каждой школы, ребята понимали. Есть движение первых, это моя семья, нам есть чем заняться, мы в состоянии, нас слышат, нас слушают. Это тоже очень важный механизм для того, чтобы ребята в школе себя чувствовали достаточно комфортно, уверенно и, собственно, были полезны директору школы для решения каких-то школьных вопросов. Ирина Сергеевна, спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь, у нас в студии мы еще встречимся с вами не раз, много раз. На этом наше время подошло к концу. Всем успехов и смотрите телеканал Долг.